здравствуйте это новый выпуск программы ств рейд меня зовут наталья двойцына и сегодня у нас по плану также три проблемных адреса по которым вы к нам обращались колобова 19 этот адрес и вам и нам уже знаком вот мне хотелось бы знать у кого хватило не знаю воспитания эстетического и этического отношения к народу поставить на газоне уничтожить газон вот ведь дерево засохшие уже одно здесь была ваша съемочная группа 2 сентября после этого пошли обещания перед выборами местные жители так и не были услышаны грязные ржавые вонючие контейнеры лодки так и красуется посреди двора у нас была информация от респа распотребнадзора что лодки установлены с нарушением санпина самое страшное что здесь ночью разбиваю технику здесь от социальные находятся или элементы они под окнами устраивают ночлежки стаскивают матрасы здесь собаки здесь все овощные магазины вся гнилая продукция вся антисанитария состройки изначально лодки устанавливались местах скопления крупногабаритного мусора в местах свалок места определялись благоустройством города севастополя территория не является придомовой наша управляющая компания обслуживает придомовую территорию почему их оттуда на сегодняшний день нельзя убрать почему нельзя убрать но сейчас директор сказал что нельзя нет директор сказал если мы их оттуда уберем кто будет отвечать потом за скопление свалок те люди которые мешают лодки потом же будут жаловаться что там постоянные свалки то есть невозможно организовать какого-то стационарного места благоустроить его кто этим должен заняться муниципалитет наверное в очередной раз управляющая компания себя обязательства снимает делаем запрос муниципалитет гбл благоустройства и департамент городского хозяйства 5 километр здесь есть одна из остановок автобусы с нее уходят на пригород на которую попросили обратить внимание севастопольцы беспорядок постоянно постоянно кучи мусора не убираются постоянно здесь очень такое людное место и вот этот мусор конечно портит картину города абсолютно вы правы что вот приехали снимаете вот это безобразие кто должен убирать как часто и почему это не происходит мы выяснили что ответственные за эту остановку севавтодор ежедневно мы не можем это сделать потому что у нас по регламенту уборки мы к сожалению убираем эту территорию всего лишь три раза в неделю больше силу севастопольского автодора для организации уборки к сожалению нет сейчас все задачи мне все силы брошу на выполнение государственного задания о ремонт ресурсов и возможностей как нам сказали чаще убирать нет но как показывает практика ресурсы находятся при появлении нашей съемочной группы теперь порядок но насколько долго он сохранится в том числе зависит и от нас с вами острякова 178 180 182 что пишут севастопольцы окопы вокруг окопы с января так и остались при проведении земляных работ выяснилось что очень много пересечений в пределах охранных зон сейчас материалы завезены в полном объеме для продолжения работы проект откорректирован а когда заканчивать собираетесь надеюсь что в течение месяца закон что ж посмотрим что здесь будет через месяц прошло три месяца работы так и не закончили хоть здесь я музыка поле там по-прежнему все разрыто и рабочих на своих местах нет сейчас более-менее конечно сухо ну то есть можно пройти мамочки с колясками здесь пройти не могут потому что вы здесь вот пешеходный переход и они просто вот здесь вот застревают в этой грязи когда идет дождь то есть ну как бы это ужасно плюс все эти реки они текут вниз то есть как бы дорогу тоже перерыли машина тоже как-то застревают но уже надоело да уже уже как бы терпение обрывается это уже длится второй год по сути вот вот это вот все напомню здесь велись ремонтные работы водопроводной сети почему они опять приостановленный вопрос адресуем водоканал ответ озвучим в новых выпусках программы на сегодня это все пишите нам звоните номер на экране для вас работали наталья двойцына андрей тимчук ки это ств рейд